Россия, 21 век. Технологии обмана в нашей стране достигли поистине небывалых высот и масштабов. Уже более 16 сезонов популярная телепередача о паранормальном выходит в эфир и захватывает внимание миллионов людей, что не имеет аналогов во всем мире. Многие и не подозревают о том, как год за годом создатели реалити-шоу укореняют заблуждение аудитории, играя на ее эмоциях, суевериях и невежестве. Но сегодня мы попытаемся положить этому конец, хотя бы частично. Наше оружие — здравый скепсис, внимательность и проверка информации взамен ее бездумного впитывания. Итак, я начинаю разбор некоторых замеченных ляпов и несостыковок, говорящих о возможном обмане и ошибках в испытаниях для экстрасенсов, а также разоблачу кое-какие мифы и заблуждения. В общем, все то, что выдается в телепередаче «Битвы экстрасенсов» за чистую монету, но таковым не является. Поехали! Зрители пытаются напугать снимком некоего призрака, который обнимает девушку за талию своими огромными мужскими лапищами. Что это? Все самые сильные ведьмы и экстрасенсы сошлись во мнении, что на снимке присутствует что-то потустороннее — какой-то призрак, дух или сущность, или даже виновата проклятое место, где было сделано фото. Члены съемочной группы заявляют, что это невозможно списать на дефект фотографии. Это подтверждает актер и ведущий Денис Косяков, ведь у него такой же телефон. Все решено, паранормальное на снимке и точка. Кто-то из друзей хозяйки айфона даже говорит, что таких странных фото на этот телефон больше не удавалось сделать. И это уже вторая ложь, прозвучавшая в данном сюжете. Да, в рамках этого выпуска и правда показали лишь один снимок, но в спецвыпуске, вышедшем позднее, показали и другие снимки. В кадре все те же кривляющиеся девушки, но это очевидно разные фотки и на них на всех заметны похожие призрачные артефакты. Вот, например, мы видим раздвоение руки на этом фото и на этом, а на еще одном рука просто размыта. И несмотря на заявленное в телешоу, на основном снимке вовсе нет никаких огромных мужских рук от призрака, если хорошо присмотреться. Это банальное искажение, просто здесь они более ярко выражены, чем на других фотках. Руки эти принадлежат одной из девушек. Они задвоились силу резких движений и из-за того, что камеры в телефонах срабатывают постепенно. Такой замедленный процесс захвата и сглаживания изображения на смартфоне способен приводить к тому, что резко движущиеся объекты в кадре оказываются искаженными. Ведь заметно, что девушки дурачись и правда совершали резкие движения. Поэтому все разговоры, что телефон таких искажений создать не может, ничто иное, как профанация или обман. И, как следствие, гадания так называемых экстрасенсов тоже. Дело закрыто. Следующее. Участники испытания должны определить, что же находится в черном ящике. Тут сразу можно высказать претензию касательно дизайна этого эксперимента. При такой постановке, когда предмет подсвечен в коробке, его очертания, вероятно, можно было разглядеть в отражении объектива видеокамеры, снимавшая с этой стороны. Есть вопросы и по монтажу. Когда первая участница проходила испытания, заметны какие-то подозрительные манипуляции с кадрами. То череп стоит на коробке, то в следующем кадре он уже снова в коробке и его только достают. Такие ляпы ставят под сомнение частоту эксперимента и корректность видеофиксации происходящего. Это даже если не учитывать возможность подсказок и слива информации некоторым участникам, что, как и всегда, не исключено. Но не это самое главное в показанном испытании. Предмет в ящике оказывается непростой. Это череп Хвита, гибрида человека и женщины-йети по имени Заны, которая была снежным человеком, неандертальцем, сумасшедшей, существом из параллельной вселенной, страдала от головных болей и панических атак, умела телепортироваться, была проклята и обладала телепатическими способностями. Это согласно словам диктора, мнению экстрасенсов и приглашенных ученых, в научном подходе которых все же стоит усомниться. Ученые надеются, что именно экстрасенсы объяснят, кто такие Йети. О щедах цехнапа. Печать проклятие, что ли? Да сейчас, наверное, экстрасенсы объяснят. Ну а если узнать мнение тех ученых, которые действительно занимаются наукой, а не ходят к гадалкам и в битву экстрасенсов, то оказывается, что данный череп принадлежит, как ни странно, человеку, а не загадочному Йети или его гибриду. Да, у черепа могут быть некоторые особенности. Но они укладываются в привычные антропологические рамки. Да, экземпляр, наверное, достаточно крупный, но он все же человеческий. Зана, чьим сыном являлся Хвит, представитель негроидной расы. Это просто одичавшая женщина-негритянка, вероятно, с психическими отклонениями, которую поймали в лесах Абхазии в 19 веке. Спросите, откуда там взялись африканцы? Да, представьте себе, на Кавказе они живут и уже довольно давно. Их могли завести в качестве рабов для работ на мандариновых плантациях. И если вы считаете, что в результате соития мужчины Абхаза и женщины негроидной расы может родиться полуснежный человек или полу-неандерталец, то у меня для вас плохие новости. Вы из дремучих невежд, к которым, видимо, и относят свою аудиторию создатели битвы экстрасенсов. Дальше у нас другой выпуск. Мы не доверяем экстрасенсам, а проверяем их, заявляет Марат Башаров. Но Марат, как вы можете так цинично обманывать аудиторию? Ведь если вы действительно проверяли способности экстрасенсов, вы не позволили бы им использовать уловки. Давайте посмотрим на пару таких. Мак и демонолог Намтар Индзигаль объясняет, что в квартире есть присутствие духа. И лучше всех его видит кот. Кот? Кот. Он это видит. И кот на вас обижен. Говорит чародей хозяйки квартиры. За что, вопрошает ведущая. Обратите внимание, Намтар не дает конкретного ответа, а с многозначительным видом задает встречный вопрос. Как зовут кота? У него есть имя. В этом и суть уловки. Он не отвечает на вопрос, но при этом дает повод другим предположить, что ему уже кое-что известно. Хозяйка после недолгой паузы отвечает, что кота зовут... Кот. Кот. И теперь Намтар знает, как зовут кота. Хотя до этого мог и не знать, но благодаря ловкой манере ответов, почва для нужного впечатления уже подготовлена. Вот на это он и обижен. Говорит Намтар и тем самым захлопывает ловушку. Но если бы хозяйка сказала, что кота зовут Васька, тогда колдун ответил бы, что кот обижен, потому как ему не нравится это имя. Ведущая делает изумленный взгляд шестилетней наивной девочке и говорит... Это он и обижен. Экстрасенс на это утвердительно кивает, а сын хозяйки, наблюдавшей за всем со стороны, добавляет, что первоначальная кличка кота была Тигруша. Но мать отучила его от этого имени. Сын также восклицает... Обалдеть, он даже имя кота узнал. Хотя гадатель, скорее всего, и не знал, ведь в конце концов он так и не сказал ничего конкретного. Но трюк заставил присутствующих самим сделать необоснованный вывод о том, что про Вицу что-то известно. Этот трюк из арсенала техник холодного чтения, которыми могут пользоваться всякие гадалки, и сновидцы и разные хироманты на своих приёмах. И такие уловки, кстати, довольно часто можно встретить в битве экстрасенсов. Во время того же испытания и Пахом проворачивает кое-что из техник холодного чтения. Спин у девичью вижу, и на ней две родинки, которые рядом с вами. Это такое общее предположение, которое сгодится для любого молодого человека, у кого есть или была девушка или жена. Ведь родинки есть у всех и даже на спине. А даже если и нет, то кто будет проверять? В данном случае молодой человек сам интерпретировал, что речь идёт о его бывшей. О том, что такое холодное чтение и как просто можно дурачить людей, не будучи экстрасенсом, можно узнать из Википедии и далее по ссылкам. Ну а мы движемся дальше и снова опровергаем слова Башарова о честных проверках, проводимых в рамках ТВ-шоу. Ведь если бы это было так, они не допускали подтасовок. Наш герой снова Пахом. В этом задании он ходит по деревне в окружении её жителей и рассказывает о том, кто и где погиб или покончил жизнь самоубийством. Сообщает, что один мужик повесился. В возрасте... Мне кажется, или часть фразы просто вырезана из какого-то совсем другого момента и вставлена здесь искусственно, что свидетельствует о подтасовке в ходе монтажа. В возрасте... Тридцати... Лет... Особенно это заметно, если учесть, что не видно, как Пахом произносит данную фразу. Тридцати... Лет... Очевидно, что на самом деле он сказал о повешенном в возрасте, например, тридцати лет. Тридцати... Лет... Но создатели телешоу решили исправить эту ошибку, добавив слово, похожее на трёх. Тридцати... Лет... Тридцати... Лет... 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 Это, видимо, сделано для того, чтобы выглядело, будто слова Пахома совпадают с тем, что сказала одна из предыдущих участниц этого испытания. И с тем, что указано на могиле якобы повешенного, которую Пахом нашёл якобы благодаря своему паранормальному чутью. Вот такие возможные подтасовки в передаче, где, как утверждается, проверяют экстрасенсорные способности. И самое смешное, что этому многие верят. А в завершение этого видео посоветую не верить в выдаваемое за паранормальное, особенно в телепередачах, где никак не исключена возможность введения в заблуждение как зрителя, так и свидетелей. И вот сейчас на битве экстрасенсов, мне кажется, самый грамотный, самый сильный, кто там был, это Пахом. Курлы! 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 Его настоящее имя Сергей Пахом. Но как раз этот эпизод не показали практически. Но они тянули Марилин на первое место, конечно. Это явно было даже вот, по-моему, Александру Ивановичу попросили, чтобы он поддержал её, так сказать. Меня не было на обсуждении, я как раз в это время в Абхазии был, и поэтому не мог сказать своё слово. Но Пахома они не показали в передаче. То, что он сказал, когда он занимался этими черепами, он говорит, я не вижу её на земле. Это откуда-то, откуда-то, вне земли, вне земли происхождение. Значит, вот этой самой Заны, мамы этого Хвита. В общем, ну, мне потом не удалось установить контакт с Пахомом. Скоро я продолжу обзор ляпов, обмана и несостыковых битв экстрасенсов. Например, разберу тему с проклятиями, о которых упоминается чуть ли не в каждом втором выпуске. А если вы сами найдёте какие-либо ляпы передачи, то присылайте мне на обзор в личку ВКонтакте. Благодарю всех, кто уже присылал. Некоторые ляпы я нахожу сам, но многие из них присылают другие люди. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Подпишись, а то одержимый код наложат на тебя порчу. В возрасте 32 лет. Субтитры сделал DimaTorzok